Приветствую всех зрителей канала Максимум и особенно подписчиков. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, самое время сделать это сейчас. Начиная с 1999 года архивы кремлевских больниц стали оцифровываться, а несколько лет назад медицинские карты советских вождей появились в открытом доступе. Под действием недугов мы все совершаем опрометчивые решения. А как болезнь головы государства может влиять на судьбу огромной страны? Тема ролика «Кремлевские больные. Какими болезнями страдали советские вожди?» Живее всех живых. Записки врачей, лечивших Владимира Ленина, были оцифрованы в 2017 году. Владимир Ленин, лидер Октябрьской революции и первый председатель Советской России, СССР, страдал от нескольких заболеваний в своей жизни. Одним из самых серьезных был покрасненный тиф, от которого он заболел в 1895 году, когда был в ссылке в Сибири. Это инфекционное заболевание вызывается бактерией рода рекельсии и передается через укусы клещей. У Ленина развелась тяжелая форма болезней, и он испытывал приступы головной боли, лихорадку, слабость и другие симптомы. Еще можно упомянуть период реабилитации после покушения 30 августа 1918 года. В середине 1921 у Ленина появились головокружения, обмороки, его мучили бессонница и страшные головные боли. Сначала врачи объяснили недуг обычным переутомлением, но болезнь стала прогрессировать. Обмороки участились, начались припадки в виде внезапных параличей, потери речи, проблемы с памятью. Он также страдал от хронической боли в желудке и регулярно принимал наркотические препараты для облегчения симптомов. В 1922 году Ленин перенес несколько инсультов, которые повлияли на его здоровье и психическое состояние. Через два года вождь стал вести себя неадекватно. В июле 1923 года партиец Евгений Преображенский навестил Ленина в горках. Увиденное Преображенского сильно напугало. И в письме Николаю Бухарину Евгений пишет. Старик стал капризен. Он находится в состоянии большого раздражения. Часто впадает в ярость. Особенно раздражается при появлении надежды. Крупской. Именно в 1921 году, во время подписания Московского договора, Ленин допустил несколько странных поступков. Например, границы союзных республик на Закавказье были проведены без учета настроя населения. Позже эта оплошность превратится в Карабахский конфликт, не утихавший более 30 лет и приведший к трагедии огромного количества людей. Одним рощерком карандаша Ленин передал Турции гору Арарак, святыню для всех армян. Как известно из протоколов, даже Мустафа Кемаль не с первого раза принял такой щедрый подарок. Но Ильич настаивал. Он тогда свято верил, что лет через 20 на земле вообще сотрутся все границы. Существует множество теорий и споров о здоровье Ленина и причинах его смерти. На протяжении десятилетий было предположено, что он страдал от различных заболеваний, включая сифилис. Однако эти утверждения основаны на слухах и спекуляциях, а не на документированных фактах. В 1924 году после смерти Ленина его мозг был исследован и найдены признаки атеросклероза. Но никаких доказательств сифилиса не было обнаружено. Исследователи также отмечали, что медицинские записи Ленина не указывали на наличие сифилиса или его последствий. В документе от апреля 1923 года за подписью Наркома здравоохранения Николая Семашко значится, что признаков сифилисического поражения у Ленина не обнаружено. Причиной плохого самочувствия врачи считали атеросклероз. Так в то время назывался атеросклероз. Чрезмерные нагрузки и последствия покушения только усилили лендук. За полгода до смерти Ленин стал кашлять кровью. В 1924 году вскрытие показало, что Владимир Ильич умер от кровозлияния в мозг. Факты, известные о Ленине и его заболеваниях, не позволяют сделать окончательные выводы о причинах его смерти. Вероятно, слухи о сифилисе были распространены противниками Ленина в целях дискредитации политического лидера. Таким образом, утверждение, что смерть Ленина наступила от сифилиса, было всего лишь инструментом пропаганды, имеет основание. Важно помнить, что исторические факты и документы должны быть основой для судебных рассмотрений и оценок. А слухи и спекуляции не могут быть рассматриваемыми как достоверные и подтвержденные источники информации. Голая правда. Однако дыма без огня не бывает. Среди лекарств, которые врачи давали Ильичу, в архивных записях указаны препараты йода, висмута и ртути. Эти медикаменты в то время использовались для многих целей, в том числе и для лечения сифилиса. Скорее всего, медики и в самом деле подозревали у Ильича нехорошую болезнь. Кроме того, в те годы участились случаи заражения бытовым сифилисом. И микродозы сальварсана препарата на основе мышчика принимали и здоровые люди в качестве разнообразной вакцины. Среди бобочек сальварсана слабость, неадекватное поведение, снижение памяти и работоспособности. Судороги Кома. Любопытно, что через несколько недель после назначения препарата Ленин вводит к новую экономическую политику. НЭП. Фактически возвращая капитализм, с которым так долго боролись большевики. А потом и всячески поддерживает общество радикальных нудистов «Долой стыд». Представители этого общественного объединения ходили голышом по городу, пропагандировали свободу в половых связях, требовали легализации однополых браков, дискриминации, изнасилования и абортов. НЭП и движение «Долой стыд» ликвидировали в 1924 году, всего несколько месяцев спустя после смерти Ленина. Минздрав боится предупреждать. Советская пропаганда рисовала Сталина как крепкого, пышущего здоровьем мужчину в самом расцвете сил. На самом же деле вождь всех народов болел с самого детства. Он родился с родимой пятнистостью, также известной как Нагана. Это состояние вызывает извилистые сосуды на коже и может быть связано с многими другими заболеваниями. В детстве на Иосифа наехал конный экипаж, который повредил ему руку и раздробил ухо. В 1908 году Джугашвили перенес тиф и едва от него не умер. Кроме того, Сталин в молодости переболел дифтерией. В 1915 году во время ссылки вождь народов заработал сильный ревматизм и проблемы с легкими. В 1921 году Сталину удалили часть желудка и аппендикс. Сталин также страдал от стресса, нервных расстройств и алкогольной зависимости. В его пожилые годы у него были проблемы со здоровьем, связанные с сердцем и кровеносной системой. Врачи настоятельно требовали, чтобы вождь народов соблюдал диету и бросил вредные привычки. Но Сталин их не слушал. С больными суставами он подолгу купался в море, отчего потом мучительно ныли суставы. Несмотря на слабые легкие, он не расставался с трубкой, а с оперированным желудком налегал на вино, коньяк и жирное мясо. Даже стакан холодной минералки Иосиф Виссарионович не мог выпить без того, чтобы на утро не проснуться с гнойной ангиной. При этом отец всех народов категорически не хотел принимать никаких лекарств. Он лишь щедро мазал больные суставы йодом, боли в желудке успокаивал бокалом вина и считал, что будто морской воздух выдает из легких копоть от трубки. Тем не менее, советская пропаганда прикрывала или искажала информацию о заболеваниях Сталина, чтобы подчеркнуть его силу и выносливость. Это делалось с целью создания образа сильного лидера, способного управлять страной и вести народное движение вперед. Такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Следует отметить, что информация о паранойи Иосифа Виссарионовича Сталина основана главным образом на слухах и спорных диагнозах западных врачей. Нет никаких официальных медицинских документов, подтверждающих наличие у него паранойи и лишь изобрения. Скорее всего, этот диагноз был использован врагами для дискредитации его личности и понимания его жестокой политики. На самом деле диагноз невросиния поставлен у Сталина с солидными медицинскими документами, начиная с 1938 года. В этот период СССР вступает в обостренные отношения с Финляндией, которая впоследствии превратилась в войну, унесшую жизни почти 150 тысяч человек. Пик заболеваемости пришелся на 1944-1947 годы. Именно тогда рухнул зыбкий, с трудом налаженный мир с Западом, и СССР надолго вошел в фазу холодной войны. Невросиния возникает при длительном нервном и физическом напряжении, а осложняют ее течение вредные привычки. Человек становится сильно раздражительным, предпочитает решать вопросы радикально, чтобы больше к ним не возвращаться, отчего часто совершает ошибки. Раздражение может быть таким сильным, что неосторожное слово собеседника или упавшая чашка провоцирует немотивированную вспышку агрессии. Даже небольшая головная боль или изжога воспринимаются как невыносимая болезнь. А как мы помним, суставы у Сталина болели постоянно. В таком состоянии и певичку на радио, взявшую не ту октаву, можно принять за личного врага. Так становится ясно, почему Сталин был скор на расправу с оппонентами. Алкоголь при этом дает некоторое облегчение, помогая снять напряжение. А договор о линлизе с США Сталин подписал после обильного предшества. Также плодотворной была и Московская конференция и встреча в Ялте с Рузвельтом и Черчиллем и конференция 1943 года в Тегеране. Обильное застолье с вином подняло настроение Сталину, сделало его более дипломатичным и терпимым к собеседнику. Таким образом, можно сказать, что наличие невротических расстройств у лидера государства могло оказать влияние на процесс принятия решений. Однако при таком подходе к анализу политических действий Сталина необходимо учитывать многочисленные факторы, такие как политическая обстановка, геополитические интересы и прочие факторы, которые в значительной степени оформляли курс Сталина. В заключение можно сказать, что вопросы о психическом состоянии Сталина до сих пор остаются спорными и требуют дальнейших исследований. Неважно, была ли у него паранойя или невротические расстройства, их влияние на его политические действия является предметом обсуждений и спекуляций. У Леонида Брежнева первый инфаркт случился еще при Сталине. Кроме того, Леонид Ильич часто жаловался на скачки давления и несколько раз с ним случался гипертонический криз. Это привело к тому, что генсек панически боялся небольшого недомогания. К тому же у него была неустойчивая нервная система. При малейшем ощущении боли Леонид Ильич Брежнев прибегал к решительному способу – облегчить свое состояние. Он пил таблетки горстями. Такая практика стала неотъемлемой частью его жизни, несущей покой и облегчение среди хаоса повседневных дел и забот. Брежнев крепко спал по 8-9 часов, но ему казалось, что он плохо спит. Поэтому генсек, вопреки предупреждениям врачей, увеличивал дозу барбиталов. Определенно для него сильное снотворное было чем-то необходимым, чтобы позволить себе отдохнуть и забыть о всех проблемах, которые располагались на его плечах. Без снотворного он не мог уснуть. Его мысли уводили в бесчисленные миры тревог и неуверенности. По утрам Брежнев был разбитым и заторможенным. А чтобы хоть как-то справляться с обязанностями, он принимал конскую дозу стимуляторов. Достаточно одной таблетки. Образ престарелого генсека, с трудом произносящего слова и постоянно причмокивающего, не лучшим образом сказался на имидже советского лидера. Именно тогда в СССР расцвело диссидентское движение. С аргументами противников Савка было трудно спорить. Какое будущее может ждать страну, если ее лидер с трудом читает по бумажке? Анекдоты про маразм Брежнева дожили до наших дней. Но на самом же деле, наясно с ума, Леонид Ильич никогда не жаловался. Вот что говорил Брежнев 19 декабря 1975 года на своей даче, где проходил скромный товарищеский ужин в честь 69-летия дорогого Леонида Ильича. Я оставил здоровье на войне. Смеются над моей дикцией. А кто знает об осколке немецкой мины в моей челюсти? Плохо слышу. А кого сбросило с десантного катера взрывом немецкой морской мины? А кто полз, волоча по земле, кишки и развороченного пуза? Вот и здоровье там осталось. Ничего бесследно не проходит. И возраст поджимает. В марте 1980 года, во время посещения Ташкентского авиазавода, на Брежнева упала деревянная трибуна. Травма оказалась пустяковой. Доски всего лишь сломали генсеку-ключицу. Но организм, ослабленный медикаментами, не перенес и легкого перелома. Леонид Ильич подсел на сильное обезболивающее и через полгода сердце вождя не выдержало. 10 ноября 1982 года Брежнев умер от остановки сердца, не дожив до своего 76-летия всего пару недель. Юрию Андропову всего за год до назначения на должность генсека врачи вообще хотели поставить инвалидность. Он страдал от тяжелого заболевания, почек и острой формы гипертонии. Причиной недуга была нехватка гормона альдостерона. К счастью, для вождя в то время уже прошли экспериментальные проверки искусственного аналога гормона. И вопрос об инвалидности был снят. Врачи полагали, что перед Юрием Андроповым лежит как минимум 15 лет жизни. При условии постоянного приема специального препарата. Он был обнадежен этим прогнозом и решил составить программу развития СССР на следующие 6 лет. Однако, к сожалению, эти амбициозные планы так и остались только на бумаге. Потому что после назначения препарата Андропов протянул только 2 года и 3 месяца. Константин Черненко на момент своего избрания генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза Страдал от тяжелой формы эмфиземы легких. Это заболевание характеризуется одышкой и учащенным сердцебиением даже при небольшой физической нагрузке. В связи с этим Черненко избегал назначения официальных визитов в другие страны и редко покидал Кремль. Естественно, из-за недуга генсека многие государственные дела откладывались на потом. Окончательно сгубила Черненко обычная копченая рыба. Врачи запрещали ему есть жирное и копченое. Но на семейном ужине Константин Устинович не удержался и позволил себе пару кусочков балыка. По роковому стечению обстоятельств рыба оказалась не свежей. И если для остальных членов семьи семейная трапеза обернулась расстройством желудка, то организм престарелого генсека не выдержал последствий интоксикации. Конечно, нельзя списывать все политические провалы советских лидеров на проблемы с их здоровьем. Никита Хрущев в свою бытность генсеком практически не болел. Проблемы с сердцем у него начались только после отставки. Да и первые сбои врачи отметили только тогда, когда Хрущеву исполнилось 70. Сердце стало болеть после долгой депрессии, свалившейся на него после того, как советский лидер остался неудел. Никита Сергеевич любил вредную пищу, частенько выпивал, лакомился дичью, которую и здоровому человеку переварить трудновато. Но и с отменным здоровьем Хрущев наломал дров, запустив дурацкие реформы в сельском хозяйстве и едва не устроив ядерный апокалипсис во время Карибского кризиса. Михаил Горбачев тоже на здоровье не жаловался, но последствия сухого закона, игры в то, сколько унесет суверенитета и финансовых реформ, добивших и без того слабейшую экономику СССР, мы пожинаем до сих пор. Результатом стали огромные экономические потери, безработица и ухудшение условий жизни для многих граждан. Экономическая нестабильность и социальные проблемы, связанные с развалом СССР, ощущаются до сих пор. Бориса Ельцина до 1995 года беспокоили лишь периодические боли в позвоночнике из-за старой еще институтской травмы. В 1990 году самолет Ельцина совершил жесткую посадку, отчего позвоночник стал болеть еще сильнее, а к 1994 году дал о себе знать когда-то сломанный нос. Из-за искривления перегородки Ельцину стало трудно дышать. В 1995 году состояние здоровья бывшего президента России резко ухудшилось, и он был госпитализирован. Врачи обнаружили у него серьезные заболевания – атеросклероз со склонностью к инфарктам и инсультам. 5 ноября 1996 года врачи провели Борису Николаевичу сложнейшую операцию по коронарному шунтированию. Ну и после хирургического вмешательства Ельцин быстро оправился, протянул еще 9 лет и даже играл в теннис. Борьба за власть не проходит бесследно. Ельцин расплачивался за нее своим здоровьем, страдая острой формой невроза. Врачи прописывали Борису Николаевичу лучшие успокоительные транквилизаторы и антидепрессанты, но Ельцин им не верил и предпочитал снимать напряжение народными методами, то есть обильными возлияниями. Любопытно, но и такое количество алкоголя не повредило ни печень, ни прочие органы. Даже сердце стало сдавать не от того, а от постоянного стресса. Итак, мы выяснили, что здоровье государственных деятелей играет важную роль в принятии решений, определяющих судьбу страны. Как показывает история СССР и России, состояние здоровья лидеров может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на принятие важных решений. Один из ярких примеров, свидетельствующих об этой связи, можно найти в истории СССР. Загадочная смерть Иосифа Сталина в 1953 году вызвала серьезную политическую кризисную ситуацию в стране. За последующие несколько лет произошли значительные изменения политики и экономики СССР, которые были направлены на укрепление коллективного лидерства и осуществление ряда либеральных реформ. Очевидно, что установившийся новый политический курс был связан с изменением состава правительства и приходом на пост генерального секретаря Никиты Хрущева, который стал главой КПСС после смерти Сталина. Все это свидетельствует о том, что здоровье лидера может иметь существенное влияние на принимаемые политические решения и курсы страны. В России также было множество случаев, когда здоровье государственных деятелей оказывало значительное влияние на их способность принимать решения. Например, в последние годы правления Бориса Ельцина его состояние здоровья стало серьезной проблемой для страны. Постоянные проблемы со здоровьем привели к нестабильности правительственной системы и непредсказуемости политического развития. Это обстоятельство явно подчеркивает важность здорового образа жизни и активного ухода за своим физическим и психологическим благополучием для государственных деятелей. Таким образом, здоровье государственных деятелей имеет огромное значение при принятии ключевых политических решений. Оно влияет на энергию, способности и качество принимаемых решений, а также на стабильность политической ситуации. Понимание этого факта может помочь обществу осознать необходимость заботиться о здоровье своих лидеров и создавать условия для оптимальной работы государственных деятелей. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Высказывайте в комментариях свое мнение по этому поводу. Оценивайте ролик. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить очередной выход роликов. Остаемся на связи. И помните, во всем есть смысл, но не везде он нужен.